И мы покидаем город Шарлотт, едем в Чарлстон. Здесь еще аллигаторы водятся. Очень классный отель, находится в историческом здании. Отмечают столетие какого-то модного магазина. Доброе утро, друзья! Наконец-то выглянуло солнышко, и мы покидаем город Шарлотт, едем в Чарлстон. Это уже будет в Южной Каролине. Довольно интересный, судя по всему, город, исторический город. Мы заправили наш чудо-автомобиль и полностью готовы к поездке. Поэтому вы тоже усаживайтесь поудобнее. Сегодня будет яркий, насыщенный и очень интересный день. Я в этом уверен. Поэтому не переключайтесь. Оставайтесь с нами и смотрите дальше наше путешествие по Америке. Друзья, мы приехали на плантацию Миддлтон. Это одна из плантаций, которая находится вокруг города Чарлстон. Чарлстон – это один из центров юга Америки. Центр рабовладения. Вообще, юг, конечно, был более сельскохозяйственный, а север более индустриально развитый. Но об этом чуть позже, когда приедем в непосредственно Чарлстон. Сейчас идем покупать билеты. Входной билет. И билет на экскурсию в дом стоит все вместе 43 доллара на человека. Экскурсии идут по расписанию. У нас сейчас есть немножко времени. Сегодня мы решили перекусить вот в таком симпатичном ресторанчике, который находится непосредственно рядом с тем самым домом. Но потом прогуляемся и посмотрим замечательные ландшафты. Очень здесь как-то все симпатично, красиво. Прямо попадаешь в те времена рабовладельческие. Хотелось бы в качестве плантатора. Ну, в общем, конечно, смотреть особенно нечего. Ну, по крайней мере, по сравнению с поместьем Билтмор. Довольно небольшой такой домик. Но очень интересная судьба у семьи Миддлтон. Дело в том, что старший Миддлтон, Генри Миддлтон... Нет, не самый старший, а следующий. Артер Миддлтон. Он был один из тех, кто подписал от Каролины декларацию независимости. А вот его внук, он был среди подписантов сицессии. То есть, фактически, документы, разделившего страну на север и юг. То есть, один объединил страну, а другой, наоборот, поучаствовал в ее разделении и последующей войне. Но он был действительно такой убежденный конфедерат. Потратил очень много денег на войну. И в итоге чуть не потерял это поместье. А вот его отец был послом в России при дворе Александра. В течение 10 лет жил вместе с семьей в Санкт-Петербурге. Вот такая вот интересная история. Здесь есть какая-то связь с Россией. Здесь есть какая-то связь с Россией. Еще на одну плантацию приехали. Называется Магнолия. Здесь более такая дикая история. То есть, мидл, они там практически регулярный парк. А здесь все настоящая, живая, истинная природа. Ну и, на мой взгляд, само поместье, оно поинтереснее. Так, более такая парадная. Я что-то не понял как, но мы прошли без билетов. В общем, такое впечатление, что здесь все на честном слове. Но мы точно не попадем в дом. Ну, в общем-то, уже, наверное, и не хотим. Все понятно с этими плантационными домами. Но здесь очень симпатично именно своей дикостью. Птички поют. Как интересно складывается история. В этом месте, в Чарлстоне точнее, ну, буквально здесь несколько километров отсюда, началась та самая гражданская война между севером и югом. Собственно говоря, в этих местах она и закончилась. Оказывается, здесь же происходили другие исторические события, когда была война за независимость. И вот в этом самом месте, вот на месте этой плантации магнолия, британцы переправились через эту реку и отрезали тем самым полуостров, на котором находился, ну, и находится Чарлстон. Для всех было очевидно, что эта атака будет именно здесь. И, в общем-то, ничего не требовалось, кроме как выставить здесь пушки и пригнать сюда солдат. Но этого сделано не было. И в итоге Чарлстон пал и сдался. Вот такие вот глупости в истории происходят иногда. Здесь еще и аллигаторы водятся. Ну, аллигаторов я не видел. Видел пока только черепашек. Ну, пойду-ка я на всякий случай. Поэтому будете здесь, будьте осторожны. Даю расклад. Вход все-таки платный на плантацию магнолия, но стоит он существенно дешевле, чем вход на Миддлтон. На Миддлтон вход, чисто вход на плантацию стоит 28 долларов. Сюда стоит 15 долларов. Но мы умудрились как-то прошелестеть мимо киосков по продаже билетов и пройти бесплатно. И то же самое касается и посещения дома. Посетить дом в Миддлтоне стоит 15 долларов. Здесь стоит 8 долларов. Ну, то есть, если у вас нет каких-то особых предпочтений в пользу семьи Миддлтон, то для того, чтобы посетить плантацию, увидеть, как это выглядит вживую, я думаю, то, что достаточно и магнолии. Тем более, что здесь, мне кажется, даже где-то симпатичнее, потому что, как я уже сказал, здесь более дикая атмосфера. Здесь есть пруды, в которых водятся аллигаторы. Ну, я их не видел. Но точно водятся черепашки. Их я видел. Ну, а белки все те же, собственно, и здесь, что и там. А мы едем в Чаффтен. А мы едем в Чаффтен. Мы решили заехать на пляжик, потому что Чаффтен – это порт на Атлантике. Красивые дачки там. Народ даже купается. Но в основном катается на кайтах. Дачки, кстати, вполне себе ничего. Хотел бы я такую дачку. Ну, в общем, такая альтернатива Майами. Понятно, здесь лето не круглый год. Но, в принципе, довольно симпатично. Народу, по крайней мере, точно меньше. И это хорошо. Симпатичное местечко. Такое очень безлюдное. Тихо, спокойно. Прекрасный океанический воздух. Чудно. Рекомендую Чаффтен как альтернативу, ну, например, Майами. Существенно дешевле. Много чего есть посмотреть. Мы еще в центре не были. И можно покупаться и позагорать. Ну, естественно, начиная где-то вот как раз с апреля имеет смысл. Потому что все-таки зима здесь есть, в отличие от Майами. Мы едем в отель заселяться. И потом будем гулять уже по старому городу. По историческим кварталам. Субтитры подогнал «Симон» Очень классный отель. Находится в историческом здании. Здание построено в 1778 году. То есть, ну, буквально через несколько лет после, в принципе, основания города. Очень классный интерьер. Ну, просто супер. Прямо история и история. Помимо этого, естественно, бесплатный завтрак. Помимо этого, бесплатная парковка. Причем чекаут в 11, а парковка действует до 2. То есть, в принципе, ну, люди, хозяева отеля понимают, что гости могут продолжать гулять. И поэтому им дают возможность оставить свою машину на подольше. Причем она сказала, что, ну, даже если вы придете еще позже, то они довольно гибкие. То есть, никто не будет вас там ругать за это. Поэтому, ну, точно рекомендую, если будете в Чарстане. Тем более то, что это, ну, достаточно дорогое, потому что, в принципе, дорого в городе. В центральной части вот этой, в исторической. Но относительно других предложений вполне разумно оказалось. Очередь в ресторан стоит. Видимо, крутое место. Ну, вообще, как-то здесь все очень так миленько. Все такое отмытенькое. Такое симпатичненькое. Ну, прям супер. А здесь какой-то праздник отмечает столетие какого-то модного магазина, который называется «Тюма и сыновья». Может, тоже постоять? Кинг-стрит – это главная улица. Ну, такая шоппинговая улица. Один за другим идут домики исторические, очень красивые, очень симпатичные. Есть некоторые потертые, есть некоторые отреставрированные. И что мне очень нравится, есть очень много ар-деко, причем такого настоящего ар-деко, там, хорошо сделанного, не такого картонного, как район ар-деко в Майами в том же самом. Поэтому очень нравится. Ну, вот еще одно здание тоже в стиле ар-деко. Вот это вот ривьера. Очень красивое. Друзья, нам так понравилось в Чарльстоне, что мы решили изменить наш план, нашу поездку, и остаться здесь завтра еще на целый день. Поэтому, если вам понравилось сегодняшнее видео, сегодняшний эпизод, то вы ставьте лайки, не забудьте обязательно подписаться, чтобы не пропустить завтрашний день здесь, в Чарльстоне. Я думаю, что будет не менее интересно. Ну, а если еще остались какие-то вопросы, мы не все осветили, то обязательно задавайте. Увидимся завтра. Менеджеров по продажам наших можно сюда на стажировку отправлять, чтобы они научились работать так, как работают здесь расписные клипочки. Это уже профессиональная деформация. Рекомендую обязательно сюда заехать. Это такая настоящая Америка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова